Субтитры создавал DimaTorzok Это новости на канале 12 в студии Виктория Пименова. Здравствуйте и коротко о главном сегодня. Город засыпает, просыпаются уборщики. На улице Череповца этой ночью вышла новая уборочная техника. Вместе с мэром ее работу проверяли Иван Бурыкин и Анатолий Холин. Вологодская область получила новую партию машин скорой помощи. Новенькие автомобили поступят и в Череповец. Первая партия есть. Линию по выпуску сыра Фета запустили сегодня в Грязовце. Производство станет уникальным не только для нашего региона, но и для всей страны. Почему, расскажет Евгений Осколков. Дворники отработали на пятерку. Так оценил работу коммунальщиков мэр Череповца Юрий Кузин. Проверка прошла минувшей ночью. В индустриальном районе руководство города посмотрело на работу новой уборочной техники. Пылесосов, поливочных машин и щеток. На модернизацию потрачено 200 миллионов рублей. Подробности у Ивана Бурыкина. На часах 23.00. На улице темно. Рабочий день большинства череповчан давно закончился. Для специалистов департамента ЖКХ самое горячее время. Чудес на свете не бывает. И чистота в городе обеспечивается конкретными людьми, конкретной техникой. Если мы их днем не видим на улице, то это не означает, что они не работают вообще. Они работают именно в это время, когда уже не мешают жителям. Когда меньше машин становится, меньше пешеходов. Глава города решил лично проверить и расспросить, как работает новая техника. Александр Кузнецов, тракторист с многолетним стажем, новую универсальную уборочную машину освоил. И ему уже есть что рассказать. Ну и что можете сказать про эту технику? Техника серьезная. Требует отношения соответствующего. Убирает качественно. Производительность? В каком-то смысле да. Ну, в каком-то нет. Все равно надо осваивать ее. Как бы все доводить до совершенства. Одна новая поливальная машина по производительности заменяет три старого образца. Кроме того, она более экономична. Напор воды регулируется компьютером в зависимости от степени загрязнения мостовой. Причем с большой точностью. С наступлением холодов поможет экономить и собственное производство противогололедного раствора. В соблюдении определенных пропорций можем достичь до минус 15 соляными растворами. Можем поливать до минус 15. Беско-соляный соль вообще не применять. То есть, чистота будет на дорогах. На новую технику потрачено 200 миллионов рублей. Пылесосы и поливочные машины убирают не только грязь, но и пыль. В итоге город становится чище. Увеличивается срок службы асфальта. Новая машина будет использоваться постоянно. 29 единиц техники. На эту технику порядка 60 единиц навесного оборудования, что позволяет ее эксплуатировать и зимой, и летом. То есть, круглогодично. Городской бюджет переживает не лучшие времена. Однако, как показывает практика, закупка современной техники вложение выгодное. Новые машины делают уборку качественнее и дешевле. Тема сферы жилищно-коммунального хозяйства практически не дает поводов для того, чтобы высказывать слова благодарности. Но вы сами помните, я совсем недавно высказывал слова благодарности в адрес руководителей управляющих компаний, специалистов, которые работают по уборке придворовых территорий. Сегодня я то же самое делаю в отношении руководителей дорожных предприятий. Этой ночью новая техника заступит на очередное дежурство, результаты которого горожане смогут оценить уже утром. Вологодская область получила новую партию машин скорой помощи. Сразу 40 автомобилей сегодня отправились в медицинские учреждения областной столицы города Металлургов. Таким образом, завершилась реализация второго этапа федерального проекта новая скорая неотложная помощь на Вологодщине. Хотел бы отметить, что Вологодская область была первым субъектом в стране, которая смогла реализовать этот проект. Мы и соглашения первыми подписали с вами именно, и машины вывели именно в Вологодской области, в первом регионе на линии. Сегодня это уже работает. Напомним, с 1 января прошлого года службу скорой помощи передали в систему обязательного медицинского страхования. После этого появилась возможность обновить автопарк за счет государственно-частного партнерства. Речь идет об аренде машин. На первом этапе в Вологду-Череповец было поставлено 20 карет скорой помощи, оснащенных самым современным оборудованием. Сейчас удалось получить еще 40 автомобилей. А в дальнейшем планируется заменить санитарный транспорт во всех районах области. В следующем году мы пойдем на третий этап. И будем поставлять автомобили уже не только в Вологду и Череповец, потому что Вологду и Череповец мы обеспечили полностью. Будут следующие города. Это Великий Устюг, это Сокол, это Харовск. И четвертым этапом все остальные районы Вологодской области. Нам надо заменить более 300 автомобилей. У нас впереди много работы. Продукт, который никогда не выпускался не только в области, но и в стране. Сегодня на Вологодчине запустили цех по производству сыра фета. Он разместился в Грязовце. Стоимость проекта оценивается в 7 миллионов евро. В месяц на предприятии будут выпускать больше 100 тонн готовой продукции. Первая партия сошла с конвейера уже сегодня. А за процессом следил мой коллега Евгений Осколков. Волоко уходит в сторону вот тех двух ямкостей. Вступает вот через те гребенки. Еще год назад на этом месте была пустая площадка. Сейчас современный цех с уникальным оборудованием. Аналогов ему нет не только в области, но и во всей стране. В мире работает не больше 20 подобных линий. Настройкой аппаратов в Грязовце несколько недель занималась интернациональная команда. Специалисты из Индии, Норвегии и Дании. Уникальность технологии. То есть вы понимаете, что здесь идет речь о прямом розыгрыше в упаковке тропах. То есть это позволяет в первую очередь сохранить как можно дольше в хорошем состоянии продукт. В первую очередь в этом. А еще полностью исключить контакт работников с продукцией. Это еще одна особенность технологии. Производить сыр фета в нашей области решили год назад. В октябре инвестиционный проект получил статус приоритетного. На его реализацию потребовалось почти 7 миллионов евро. Но вложения, уверенные на предприятие, окупятся быстро. Ведь подобный вид молочной продукции до сегодняшнего дня не выпускало ни одно предприятие на территории СНГ. Сыр фета россиянам известен хорошо. Прежде всего, как главный ингредиент греческого салата. Это блюдо можно встретить в меню, пожалуй, любого ресторана или кафе в нашей стране. Весь объем продукции до начала августа поступал на прилавки магазинов и в предприятия общепита из стран Евросоюза. Но после того, как месяц назад часть зарубежных товаров была запрещена к ввозу в страну, на российском продовольственном рынке возник дефицит одного из самых популярных сортов сыра. Цех, который сегодня открыли в Грязовце, должен частично заполнить пустующую нишу. И тем самым стать ярким примером программы по замещению иностранной продукции отечественной. Если наши покупатели оценят по достоинству вкус нашего вологодского сыра фета, то мы готовы увеличить в два раза мощность и уже взять более 50% рынка Российской Федерации по поставкам и продажам мягкого сыра фета под маркой настоящий вологодский продукт. У нас впереди большие перспективы и запуск столь уникального предприятия. Это огромная веха в сельскохозяйственном потенциале и в сельском хозяйстве Вологодской области. В первый месяц предприятие намерено выпустить больше 100 тонн сыра. К концу года увеличить объем в два раза. Для производства будет использоваться исключительно местное сырье, уверяют в компании. На предприятии уже значительно увеличили объемы закупаемого молока от вологодских фермеров. Из Вологодской области ежедневно вывозится за ее пределы порядка 350 тонн молока. Вот этот потенциальный объем мы рассматриваем как тот резерв, который мы будем привлекать в том случае, если нам будет сырья недостаточно для производства данного продукта, для выполнения тех заявок, которые пойдут от сетей. Выпускать сыр фета будут в небольших упаковках. Первая партия сегодня составила чуть меньше 8 тонн и уже на днях отправится в торговые сети. В первую очередь местные. Грязовецкий сыр вологжане должны оценить по достоинству. Этот сыр знаем по салату греческому. Но теперь сыр-то не греческий, не французский. Я предлагаю салат переименовать в грязовецкий. Пусть вся страна знает. В федеральной торговой сети сыр фета попадет через несколько недель. Крупные компании уже заинтересовались греческим сыром с вологодской пропиской. А теперь к теме выборов. Все избирательные участки города готовы к предстоящим выборам губернатора. Об этом заявили сегодня специалисты пожарной охраны. Все 114 пунктов для голосования проверены. На них организовано постоянное дежурство пожарных и полиции. Со всеми председателями избирательных комиссий сотрудники отдела надзорной деятельности по городу Череповец проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности. Они знают, как действовать в случае загорания или пожара. Как проводить эвакуацию. 107 стационарных пунктов полностью отвечают требованиям пожарных инспекторов. В них работает автоматическая пожарная сигнализация. Заправлены все огнетушители. Аварийные выходы открыты или открываются без ключа. Сейчас на участках проходит досрочное голосование. Если вы по уважительной причине не сможете отдать свой голос в воскресенье 14 сентября, это уже можно сделать. По данным территориальной избирательной комиссии города, такой возможностью воспользовались сейчас больше тысячи горожан. В комиссии начали принимать и заявления на так называемые домашние выборы. Проголосовать дома имеют право люди, которые по состоянию здоровья не могут добраться до избирательного участка. Заявить о желании проголосовать на дому можно в любой день до 14.00.14 сентября. Об избирательной кампании первых за последние 10 лет выборов губернатора нам рассказал член Совета Федерации Николай Тихомиров. А почему важно пройти на избирательные участки, сделать свой выбор, выяснил Рафик Исаев. Здравствуйте, Николай Васильевич. Как вы оцениваете значимость выборов губернатора для региона и для страны? Ну, во-первых, хочу сказать, что это важное государственно-политическое мероприятие. Для области мы выбираем высшее должностное лицо, область. Поэтому от того, за какого кандидата мы проголосуем, за что мы проголосуем, будет зависеть завтрашний день область. Ну, а я считаю, что мы должны проголосовать за сильного, мудрого, профессионально подготовленного, умеющий руководить вот таким огромным регионом, который умело выстраивает работу с федеральным центром. То есть мы должны проголосовать за развитие, за дальнейшее развитие Вологодской области. Скажи, пожалуйста, насколько важно принимать участие в выборах? Как вы считаете? Ну, во-первых, хочу сказать, что данные выборы будут проходить в непростой международной обстановке. На моей памяти вот такой сложной обстановки, когда проходят выборы любого уровня, не было. Поэтому вот я считаю о том, что качество проведения выборов, явка на выборы – это проявление высокой гражданской позиции каждого из нас. Это определенно консолидация граждан России, сегодня жителей Вологодской области, вокруг и нашего сильного президента Владимира Владимировича, и сильной региональной власти. Ну и последний вопрос, Николай Васильевич. Как вы сами проведете этот день? Какие у вас планы на воскресенье? Ну, для меня выборы любого уровня – это всегда большой праздник. Я вспоминаю и помню всю жизнь свое 18-летие, когда я впервые получил право голоса. Начиная вот с этого периода, все выборы мы семьей обязательно голосуем. И, конечно, на этих выборах я прописан здесь и живу в Череповце, поэтому с супругой на избирательный участок придем, отдадим свои голоса за своего кандидата. И, конечно, это действительно праздничный такой приподнятый день, когда я принимаю участие в выборе региональной власти, и я, как гражданин, оказываю свое влияние на формирование будущей политики нашей родной Вологодской области, да, и Российской Федерации в целом. Выборы 2014 На канале 12 новостей. Еще не все. Смотрите во второй части. Теперь можно спать спокойно. В Мяксе установили двух лежачих полицейских. Как долго местные жители ждали? Открытие узнавали Татьяна Жданова и Дмитрий Сорожкин. У авиапредприятия «Северсталь» пополнение. Сегодня из Испании в Череповец прибыл новый самолет. Куда будет летать новое воздушное судно и смогут ли череповчане расширить географию своих полетов из города Металлургов, выясняли Вера Кучеренко и Дмитрий Махов. Хоккейная команда «Северсталь» одержала первую победу в новом сезоне. Об этом не только. После небольшой рекламы далеко не уходите. Она быстро пройдет. Всю жизнь мы строим. Строим карьеру. Строим отношения. Строим любовь. Строим семью. Строим планы. Строим будущее. Строим то, о чем мечтаем. Строительная ипотечная компания 21 век. Мы построим вашу мечту. 14 сентября 2014 года. Выборы губернатора Вологодской области. Вологодщина выбирает губернатора. Новая стоматология. Доброжелательная обстановка, индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Проспект Победа 95, телефон 52-08-32. Дом кожи и меха «Лалэ Антилоп» делает ставку на качество. Теперь три года гарантийного обслуживания на шубы и дубленки. «Лалэ Антилоп». Череповец, проспект Октябрьский, 36. Конференц-зал гостиницы «Металлург» открыт для вас. Новейшее мультимедийное оборудование, бесплатный Wi-Fi. Предоставление комплекса услуг для проживания иногородних во время проведения перековоров, тренингов, конференций и семинаров. Гостиница «Металлург». Телефон в Череповце 20-33-20. Стальные двери «Фарпост». Установка в минимальные сроки. Более 100 моделей дверей. Собственные производства. Советские 111-64-53-50. Гоголи 60-28-13-62. Настоящий мужчина не устоит перед такими ценами. Перфоратор «Макита» с набором буров всего за 4890 рублей. Череповец. Подробности 58-2014. Столько усилий, чтобы получить новую шубу, не надо. Ведь в меховом салоне «Артемида» шубы по невероятно низким ценам. В «Инвитро» широкий спектр медицинских анализов. Услуга «Выезд на дом». Череповец. Ленина 59. Насеткина 2. Подробности на сайте www.invitro.ru Натяжные потолки «Градисстрой». Создай уют в своей квартире. «Градисстрой». Череповец. 25-33-33. Квартиры в кирпичных домах с отделкой под ключ. Современная планировка. Благоустроенная территория. «Инвестстройзаказчик». Застройщик с солидной репутацией и большим опытом. Далевое строительство на выгодных условиях. Первомайская, 45. Телефон 24-78-15. Сантехника «Люк». Здравствуйте. Алло. У вас ванны есть? У нас ванны есть. Очень большой ассортимент. И с гидромассажем, и с телевизором, и с холодильником. Любые. Где вы находитесь? В Череповце на командарме Белова, 36. Ручной и электроинструмент. Пены, герметики, метизы. Все для системы отопления и водоснабжения. Биотуалеты, насосные станции, септики. Это и многое другое вы можете приобрести на оптовом складе «Ресурс». Улица Металлистов, 28. Телефон 59-65-25. Магазин «Шикарные двери» представляет. Входная металлическая дверь производства России за 6500 рублей. Шикарные двери на Рахе, 54. И в ТЦ «Аксон» на Рыбинской, 59. Рядом с ним замечательная команда. Вместе они сделают нашу область лучше. 14 сентября пойду голосовать за Олега Кувшинникова и за его команду. Олег Кувшинников – свой парень. Трудяга. Я, короче, голосую за него. Кого я вижу губернатором Вологодской области? Для меня ответ один – Олег Кувшинников. Поэтому 14 сентября я пойду голосовать за него. Я коренной вологжанин. Это моя родина. Здесь я родился и вырос. Здесь встретил настоящих друзей. И ту девушку, которую до сих пор счастлив называть женой. Здесь сделали свои первые шаги мои дети. Здесь жизнь научила меня быть честным с людьми. И всегда протягивает руку помощи тем, кто о ней просит. Здесь я понял, что нельзя всегда рассчитывать на удачу. И иногда за свое счастье нужно бороться. Здесь я впервые столкнулся с трудностями, и научился давать им опор. Здесь я стал тем человеком, которому вы доверили защиту ваших интересов в Государственном Думе. Потому что мне не понаслышке известно все радости и горести живущих здесь людей. И я уверен, что смогу сделать еще больше. Здесь, на родной земле. Если вы, как и прежние, поддержите меня. Всегда есть ответ. Каргенов ЛДПР Губернатор ЛДПР А вас учили уступать место? Каргенов ЛДПР Возвращаемся к новостям. Лежачие полицейские появились в Мяксе. С просьбой установить искусственную неровность к властям обращались жители поселка. Они жаловались на шум и невозможность безопасно перейти дорогу. Проблема, с которой сталкивались не только местные жители, но и проезжающие автолюбители, решена главой региона. Подробности в следующем материале. Соседство с автомобильной трассой для жителей поселка Мякса было огромной проблемой. В доме шум, дорогу не перейти. Машины летели мимо, зачастую не соблюдая скоростной режим. На ограничительные знаки водители не обращали внимания. Шумновато. Фуры, особенно когда ночью идут, представляете, 3 часа ночи, что фура по голове стучит своими колесами. Ничего хорошего в этом нет. Дети у нас маленькие. Я обратился к Канаеву Алексею Валерьяновичу, значит, и с ним уже совместно мы обратились к губернатору в прошлый раз. И, значит, вот, все. Спасибо большое. Местные жители пытались решить проблему сами. Пригласили настоятеля из местного храма, чтобы опасный участок дороги осветить. Однако это не помогло. Граждане обратились к властям области. Уже через две недели в Мяксе появились лежачие полицейские. И покой. Ну, стало вообще гораздо лучше, конечно. Вчина спокойна дома. Теперь чашки не прыгают на столе. Искусственные неровности установили на въезде и на выезде Мяксы. Как раз перед пешеходными переходами. Теперь местные жители могут без опаски переходить дорогу. Я опрашивала граждан. Граждане говорят, что для них оно удобно расположено. Потому что мы все равно на общественном мнении полагаем. Как удобно людям, я считаю, так мы и должны разместить, положить. Ну и не забывать технические параметры. Автомобилисты к таким изменениям относятся по-разному. Вообще на дороге не очень нравится, когда стоят. То есть, когда трасса и лежачие полицейские стоят. Ну, не совсем правильно может быть. Удобно, неудобно, но надо соблюдать знаки. А так иначе как бы не соблюдают, проезжают с нарушением. А здесь опасный поворот как раз выезд из деревни. Теперь автомобилистам приходится соблюдать скоростной режим. Правда, шум от проезжающих машин остался. Местные жители просят установить шумозащитные экраны и отбойники. Народный избранник Алексей Канаев уверен, что и эту проблему можно решить. Ежегодно на содержание региональных трасс из областного бюджета выделяется большая денежная сумма. Так, к 2020 году на ремонт дорог будет потрачено порядка 30 миллиардов рублей. Мы всем дорогам уделяем внимание, в особенности тем дорогам, которые проходят через населенные пункты. Здесь есть целый ряд еще недоделок, недостатков. Я думаю, что мы просто обратим внимание на обслуживающую организацию. А учитывая, что на содержание дорог цифра существенно увеличена за последние годы, я думаю, что будут изысканы средства в рамках плановых ремонтов, в рамках планового обслуживания для того, чтобы довести дорогу до регламентного нормального состояния. Если жители поселка Мякс боролись за снижение скоростей на дорогах, то те, кто покупают билет на самолет напротив, хотят добраться до пункта назначения как можно быстрее. С новым самолетом, который сегодня доставили в Череповец испанские пилоты, сделать это можно будет проще. Пятый борт CRG-200 канадской компании «Бомбарде» в коллекции авиапредприятий «Северсталь». Сегодня в Череповецком порту встречала моя коллега Вера Кучеренко. Как по заказу, день сегодня выдался солнечный. Наблюдать за приземлением белоснежного лайнера было одно удовольствие. Кстати, работа иностранных пилотов у череповецких коллег тоже вызвала приятные эмоции. Приземление точно на краешек полосы. Мягкая посадка. Воздушное судно приземлилось, можно сказать, в упаковке. Такой своеобразный подарок череповчанам доставили испанские пилоты. Даже регистрационные знаки на двигателях пока еще испанские, но уже буквально через час здесь появятся. Российские. И российский экипаж займет кабину пилотов совсем скоро, через две недели после проведения всех формальных процедур. А пока о первом полете уже череповецкого воздушного судна нашей съемочной группе рассказал опытный пилот, добродушный испанец Федерико. Летели из Санкт-Петербурга всего 45 минут. Самолет будет летать очень хорошо, если вы умеете им управлять. Управлять CRG-200 череповецкие пилоты умеют. В коллекции авиапредприятий «Северсталь» подобные летучие корабли уже имеются. Сегодня мы получили пятый самолет, который начнет работать в рамках соглашения между Фосагро и авиапредприятием «Северсталь» по развитию полетов в аэропорт «Апатиты» в северо-западный федеральный округ. И рассчитываем, что через буквально две недели получим шестое. Как результат расширения географии полетов, к примеру, слетать в Хибины, покататься на горных лыжах, теперь будет гораздо проще. Да и для жителей Кольского полуострова открываются большие перспективы. Пять дополнительных рейсов – «Апатиты-Москва», «Апатиты-Санкт-Петербург». А в летнее время Череповец соединит своих северных соседей с южными регионами. CRG-200 – одна из новинок, выпущенных на европейский рынок, канадской компании «Бомбардье». Однако забывать об отечественных самолетах не стоит. В распоряжении авиапредприятия «Северсталь» по-прежнему имеется наш старый добрый Як-40. По словам специалистов, машина надежная, работает исправно на направлении Череповец-Великий Устюг. А вот сегодняшнее приобретение авиапредприятия будет летать из города Металлургов в Москву и «Апатиты». О происшествиях на территории ликеробудочного завода в Череповце устроили поджог. ЧП произошло накануне вечером на улице Горького. Загорелось одно из строений на территории предприятия. 10-го числа 23.32 поступил вызов о загорании металлического строения на территории Череповец-Корького ликеробудочного завода. К моменту прибытия строение горело открытым пламенем. В тушении приняли участие две автоцистерны, восемь человек личного состава. Справиться с огнем специалистам удалось за 10 минут. В результате пожара повреждена внутренняя отделка помещения и мебель, которая находилась внутри сторожки. На месте удалось определить и причину загорания. Как сообщает МЧС Вологодской области, уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина вскрыл вагончик и забрался внутрь. Спустя некоторое время злоумышленник выбрался на улицу, а вслед за этим последовала яркая вспышка и пост охраны загорелся. Сейчас полиция устанавливает личность поджигателя. К другим темам. Мама, папа, я, спортивная семья, спортивный праздник под таким названием пройдет в это воскресенье в спорткомплексе «Юбилейный». Детей с родителями ждут и на пришкольных стадионах города. 14 сентября в Череповце станет Днем здоровья и спорта. Для того, чтобы принять участие в состязании, череповчане должны организовать группу. В спорткомплексе «Юбилейный» спортивный праздник начнется в воскресенье в 12.30. Кроме того, будут организованные группы, могут себя попробовать в городошном спорте. Игра начнется в 10 утра на стадионе у 21-й школы. Физкультурой можно будет заниматься и индивидуально. Например, опробовать на себе нормы ГТО. Те, кто желает устроить для детей семейный спортивный праздник, могут уже готовиться. Очень плотно работают по организации мероприятий на базе школьных стадионов сами школы. То есть с учащимися. Понятно, что нужно подавать заявочки в общеобразовательное учреждение, там, где учится ваш ребенок, формировать команду и принимать активное участие. Это будут веселые старты, эстафеты. И еще о большом спорте. Хоккейная команда «Северсталь» одержала первую победу в новом сезоне. Накануне вечером в Ледовом дворце череповецкие хоккеисты обыграли югру из Ханты-Мансийска. При этом победа получилась волевой. Владимир Сентябрев наблюдал за игрой. Три поражения на старте сезона тяжким грузом висели на плечах череповецких хоккеистов. Отсюда скованные действия в первом периоде. А гости, наоборот, воодушевленные своим удачным стартом, начали матч очень активно и быстро добились успеха. Уже на четвертой минуте канадец Максвелл открыл счет. Преобразили с череповчане только после перерыва. И совсем не случайно. Я все высказал после первого периода в раздевалке в команде. Потому что очень неуверенно начали. И, откровенно говоря, беспокоило. Если так будем играть первый период и второй, третий, то я думаю, что нам бы победы не видать. Но, как сказал Назаров, раздевалка – это особая зона. Там лексикон наш свой. И очень рад, что подействовал на команду. Уже на первой минуте второго периода Павел Чернов сравнял счет, реализовав большинство. Через три минуты он же вывел Северсталь вперед, использовав пас Евгения Монца. А затем тройка Чернова смогла еще больше развить успех команды. При игре 5 на 3 на бросок вывели Павла Лукина. И тот не промахнулся. 3-1. В середине периода неудачная игра защитников привела к тому, что Никита Филатов сократил отставание Югры. 2-3. Однако следом слова взял лучший бомбардир Северстали Мария Квапио. Его бросок был неотразим. В третьем периоде череповчане уверенно удержали свое преимущество. В итоге 4-2. Первая победа в сезоне Северстали. Когда игра пошла, мы забили гол и могли еще несколько забить, это они немножко выдохнули. Четвертая игра в поездке, это когда выдохнул, уже больше в легкий воздух не набрать. Самое главное то, что ребята неравнодушны. Все-таки они переживают после этих проигрышей и чувствуется, что какая-то ответственность. А потом может быть чисто психологический фактор на то, что давлеет. И откровенно говоря, конечно, с одной стороны радоваться, с другой стороны, что ждет дальше, я тоже не могу сказать. Хотя эта победа, может быть, принесет какую-то уверенность. Таким образом, Северстали набрала первые три очка и сразу поднялась в первую восьмерку западной конференции. Теперь впереди выездная серия из четырех матчей. Первый из них 14 сентября в Загребе против хорватского Медвежчака. Далее вас ждет прогноз погоды, затем продолжение политического триллера правительства, медицинской саги, анатомия страсти и португальской мелодрамы «Совершенное сердце». Я, Виктория Пименова, с вами на этом прощаюсь. А прямо сейчас вас еще ждет полезная рекламная информация. О том, что поход в банк может быть быстрым и комфортным, уже знают посетители обновленного офиса Сбербанка на улице Металлургов-2. Филиал начал работу пару месяцев назад и уже заслужил доверие клиентов. К услугам горожан здесь просторная круглосуточная зона самообслуживания и удобный вход, оборудованный кнопкой вызова для людей с ограниченными возможностями. Сбербанк открыл очередной переформатированный филиал в исторической части нашего города, который соответствует самым современным форматам. Высокая скорость обслуживания, большой выбор предоставляемых услуг, индивидуальное отношение к каждому клиенту. Это уже 14-й филиал, который открыт в городе Череповце после системы переформатирования. До конца 2014 года мы откроем еще два переформатированных филиала в Мяксе и в Коротово, а также в наших филиалах в Бабаево и в Итигре. Переформатированный филиал и новые технологии сегодня оценил и глава города Юрий Кузин. Для нас очень важно научить людей пользоваться этими технологиями. Но как бы они ни были развиты, от физического контакта с клиентами не уйти. И не надо пытаться это делать. Мне очень приятно, что руководство Сбербанка при наличии всех сложностей, но на самом деле в непростые времена, изыскивает необходимые ресурсы для создания комфортной среды общения с клиентами. В отделении можно не только совершить стандартный набор банковских операций, но и оформить кредитную карту, подать заявку на ипотеку, приобрести или продать валюту, получить консультацию по онлайн-услугам. Приглашаем и вас в обновленный офис Сбербанка на улице Металлургов-2. Арина с дочкой Ксюшей пришли в аптеку. Молодая мама признается, что такие походы не редкость. Бывает, ребенок болеет, и приходится лекарства покупать. И муж у меня есть, он тоже болеет. Иногда я болею. Каждый раз на лекарства уходят немалые деньги. Болеть в наше время не только неприятно, но и дорого. Арина пришла в новую аптеку от склада на Горького 61 и сэкономила. Наталья тоже осталась довольна. Я редко хожу в аптеки, и каждый раз меня неприятно удивляют цены. Очень высокие. В этой аптеке большой выбор и низкие цены. Две новые аптеки от склада открылись в Северном и Индустриальном районах. Одна у остановки улица Акинина по адресу Акинина 8, дробь 31. Вторая на Максима Горького 61, недалеко от остановки рынок. Аптеки начали работать только вчера, а сэкономивших уже десятки. Брала для дачи бинты, йод, зеленка. Ну такое, оно везде недорогое. Ну разница все равно есть. Разница есть, да. Приятная разница. То, что я купила, оно дешевле. Ну где-то приблизительно рублей, так, около ста. Еще больше можно сэкономить с помощью карты постоянного покупателя. После быстрой регистрации совершенно бесплатно выдается карта со спидкой до 3%. Это ваши скидочные карты. Дисконтные. Потом льготное обслуживание. Все лекарства поступают в аптеки напрямую со склада. Благодаря этому на оценка, а значит и цена, приемлемая. А выбор широкий. Для заболевших жаропонижающие, болеутоляющие, противовирусные и жизненно важные препараты. Для здоровых витамины и пищевые добавки. Даже если нужно какое-то редкое средство и его нет в наличии, можно сделать заказ. Его привезут уже на следующий день. Все лекарства имеют сертификаты качества и полный пакет документов. Прежде чем попасть в руки покупателя, каждый препарат проходит тройную проверку. Пожалуйста. Спасибо большое. Приходите еще, поздравливайте. Аптеки от склада находятся по адресам улица Акинина, 8, дробь 31 и Горького, 61. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова